Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как обновляется парк муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление». Какие новые троллейбусные и трамвайные маршруты появятся в городе, когда в Самаре электробусы станут конкурентами автобусов? В нашей студии Михаил Ефремов, директор муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Михаил Александрович, добрый вечер. Рад вас видеть. Ян, здравствуйте. Ваше предприятие преодолело очень непростой этап. Ну, собственно говоря, мы все его преодолели. Еще до конца все не закончилось далеко. Очень непростой этап – это пандемия, это самоизоляция, это карантин. Как отразился этап самоизоляции на выручке трамвайно-троллейбусного управления и насколько изменился пассажиропоток в этот период? Ну, начиная с апреля месяца, когда были введены самые такие сильные ограничения, конечно, пассажиропоток упал. И в апреле месяце пассажиропоток по сравнению с предыдущим этапом упал на 68%. Если мы ежедневно перевозили порядка 300 тысяч человек, то были какие-то определенные дни в апреле месяце, когда мы перевозили 50 или 60 тысяч. Соответственно, и выручка предприятия ежедневная упала практически в 4,5-5 раз. С учетом того, что мы какие-то даже ограничения не делали, мы транспорт выпускали в полном объеме, и, соответственно, затратная часть предприятия, скажем так, с электричеством, с выплатой зарплаты осталась на прежнем уровне. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет на эту тему, и затем продолжим нашу беседу. Давайте. Ну, где не пройдет тряпка, там пройдет кулигализатор, паранирован, и обработают все недоступные места. От внимательных глаз уборщиков трамвайно-троллейбусного управления не скроется ни один необработанный участок. После влажной уборки вагон полностью дезинфицируют. Протираем окна, поручни, подоконники. Самое главное – сиденье и поручни мы уделяем внимания. Моют и дезинфицируют транспорт два раза в сутки. Обрабатывается вагон специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Муниципальное предприятие ТТУ дополнительно закупило 500 килограммов химсредств. Мойка и дезинфекция продолжаются во всех видах общественного транспорта Самары, включая коммерческий. По распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной, работы по санитарному содержанию усилены на территории всего города. Михаил Александрович, так вот я для чего хотел показать этот сюжет? То есть помимо затрат на электроэнергию на фонд заработной платы у вас затраты-то еще и выросли? Ну, здесь не все меряется деньгами, как говорится, потому что болезнь страшная, нужно было обезопасить и своих сотрудников, и пассажиров, которые мы ежедневно перевозим. Поэтому было закуплено большое количество масок, большое количество перчаток, обеззараживающих средств. Да, конечно, до сих пор мы получаем какие-то там жалобы от пассажиров, что где-то водители или кондуктора без масок, но хочу всех заверить, что мы постоянно проводим работу, постоянно на инструктивных совещаниях обращаем внимание руководителей ДПО, чтобы наши кондуктора до сих пор сохраняли вот эти преждевременные меры. Но я думаю, что сейчас более-менее ситуация стабилизировалась, становится лучше, поэтому со временем все это отойдет на задний план, и мы вернемся к обычной такой нашей работе и жизни. На сегодняшний день уже практически, ну, пассажиропоток восстановился, или пока еще наблюдается спад? Он восстанавливается, есть положительная динамика. В августе, конечно, пассажиропоток не довезли мы по сравнению с предыдущим периодом 13%. Это с аналогичным периодом прошлого года? С аналогичным периодом прошлого года. Но я вот ежедневно отслеживаю, и сейчас учет, ну, понятно, что сейчас началось 1 сентября, каждый день идет положительный динамик. 180-185, вот на 31 августа мы привезли уже 212 тысяч пассажиров. Это за сутки? За сутки, да. Вчера вот мы привезли 217. Ну, с учетом того, что у нас было порядка там около 300, ну, вот смотрите, разница. Но динамика положительная есть, и пассажиропоток к нам возвращается. Просто то, что тяжело, легко потерять, а тяжело потом восполнить. Вообще вот огромная цифра, на самом деле, 217 тысяч человек перевезти, ну, это вообще-то население такого города, небольшого и достаточно серьезного. В этом смысле я понимаю, как бы какое огромное хозяйство вот под вашим руководством находится. Кстати, а какой вот парк вообще? Сколько на сегодняшний день трамваев, троллейбусов? В общей сложности у нас 660 единиц, из них 424 трамвая и 236 троллейбусов. Я вот к чему это еще сейчас говорю, потому что вот интересная есть история, ведь вот ваши трамваи и троллейбусы, это еще и хорошая площадка для наружной рекламы. И такая площадка, которая не стоит на месте, которая передвигается. Сейчас телеканал «Самороги» совместно с ТТУ сделал новый проект. Мы забрендировали несколько ваших бортов. Ведь правильно, борты надо, можно говорить? Да, несколько бортов. Вот на сегодняшний день сколько ходят забрендированных единиц? На сегодняшний момент у нас 100 единиц трамвая, которые мы отдаем под рекламу. Троллейбусов поменьше, троллейбусов у нас в районе 30. И ГИС забрендировал, насколько я помню, сколько, три борта, если я не ошибаюсь. Там небольшое количество. Она мне подсказывает, что у нас есть звонок, давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим нашу беседу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Павел Александрович. Да, Павел Александрович, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, когда появится левый поворот со стороны Нового вокзала на Ставропольску, и что Ставропольску на Нового вокзала на правый поворот. Ведь сколько лет уже движение можно закольцевать и еще получится крупный. Ведь в основном в Самаре это трамвайное движение закольцовано. То есть если взять Новосадовое, Овраг, то она пошла по Антону Астинг, Нового вокзала и таким макаром. И понятно, что чемпионат Миропарк обновлялся, но ненамного. И средний возраст трамвайов уже, ну, наверное, лет 30. Планируется ли обновление постепенное? То есть такое вот. Ну, про обновление мы с вами поговорим отдельно. А вот по поводу поворотов, если это ваше вот как бы... Что касается данного поворота, мы этой проблемой занимались давно. Сначала были одни планы, теперь мы планы это немножко увеличили. В настоящий момент проектная организация уже заканчивает проектирование данного поворота. Он охватывает не только непосредственно сам поворот в части трамвайных путей. Он предусматривает с тобой реконструкцию полностью перекрестка Нового вокзальной Ставропольского с укладкой нового асфальта. И с обустройством новых современных высоких посадочных площадок. Чтобы маломобильные граждане могли спокойно заходить в наши трамваи. В настоящий момент проект полностью выполнен. Он проходит согласование в департаменте градостроительства. Нужно будет пройти публичное слушание. Потом я в октябре он будет направлен в экспертизу для получения положительного заключения. Я рассчитываю, что мы его уже непосредственно в сам поворот, как строительно-монтажная работа, в 2022 году реализуем. Ясно, спасибо. Надеюсь, что ответили на вопрос зрителя. И возвращаясь к теме совместного проекта телеканала Самарагис и ТТУ. Там суть проекта это сделать селфи на фоне вот этого забрендированного трамвая. Я подробности не буду рассказывать. Я советую зрителям зайти в наши социальные сети и там можно прочитать. У нас проходит уже конкурс селфи и победители получат, я считаю, очень хорошие призы. Поэтому имеет смысл поучаствовать. Где лучше делать эти селфи, на ваш взгляд? Потому что, когда трамвай идет, наверное, это не очень легко сделать. Лучше всего делать на остановочных площадках, где он останавливается. Либо на наших разворотных кольцах, где они стоят. Их все знают, это и на Барбошиной поляне, и в Постниковом овраге. Поэтому где удобно, но в любом случае с соблюдением, конечно, меры безопасности, с соблюдением правил дорожного движения. И кроме того, если возвращаясь к этому разговору, в Твиттере я тоже видел, что вы выкладывали. Мы на своей страничке в Твиттере ТТУ тоже пост ваш ретвитвировали. – Большое спасибо. Ну, в общем, я еще раз приглашаю зрителей зайти в социальные сети, почитать подробности этого конкурса. Потому что, повторю, призы на самом деле очень-очень неплохие. Не буду рассказывать подробности. Михаил Александрович, в Самаре тестировали белорусский электробус. Он правильно так называется. Вот вопрос. Он вам понравился как эксперту? И ваше мнение как специалиста? Когда электробусы станут конкурентами автобусов? – Мне электробус понравился. Я на нем тоже ездил. Понравился с точки зрения комфорта, понравился с точки зрения динамики. Конечно, в сегодняшних условиях у него больше плюса, чем у троллейбуса. Он может объехать любую пробку препятствий, потому что троллейбус не позволяет. Конечно, у него есть и определенные минусы. Это с точки зрения батареи, потому что и то, что пишут в литературе, что через 8-10 лет их нужно будет менять. Но я думаю, что… – 8 лет – это вообще-то немало. – Да, это немало. И научно-технические прогрессы необратимы двигаться вперед. Поэтому мне электробус этот понравился. Более того, если говорить по меркам Самары, он образовал новый маршрут, который связал южный город с центром города. Без пересадки можно спокойно сесть и проехать. Поэтому я думаю, что он принес только пользу и предприятию, и горожанам. Если говорить с точки зрения конкуренции автобусов, ну, наверное, лет 10 понадобится. – Ну, потому что плюс-то ведь понятен, но у него действительно он не привязан… Лет 10, да? Это серьезный срок. – Ну, электробус дорогой, современный, поэтому нужно времени, чтобы изучить, немножко снизить себестоимость, посмотреть это. Он новый, но за ним точно понятно, что за ним будущее. – А батареи на сколько хватает, кстати, на какой пробег? – Километраж у электробуса нам хватает на 20 километров с запасом. То есть он у нас выезжает с тролюсом депо номер один, очкалово, доезжает до южного города, там подзаряжается. Зарядка там небольшая в течение 5-7 минут и едет там обратно. Никаких проблем с этим нет. Да, в настоящий момент он не работает на линии, есть там небольшие проблемы с зарядным устройством, но она будет в ближайшее время решена, ну, техническая поломка, и он опять вернется. – Ну, то есть братьям-белорусам мы помогаем обкатывать тех технику. На самом деле, это же ведь белорусские электробусы. – Да. – То есть можно сказать, что вообще на самом деле они на верном пути. То есть они хорошую технику работают. – Да, хорошую. Мы с белорусами достаточно давно сотрудничаем. У нас в парке есть и трамваи белорусские, и троллейбусы. По качеству, конечно, вот нас очень устраивает, но оно надежное, нам они нравятся. – Вот вы сказали о том, что новый маршрут открылся с помощью электробуса. Вот продолжая тему новых маршрутов в городском округе Самары. Мы с вами вообще живем, по сути дела, вот может быть, не замечаем, но уже в новом городе. То есть за 10 лет город существенно изменился. У нас появились районы, которых раньше не было. Волгарь, значит, Крутые ключи, Южный город. Сейчас вот, возможно, будет строиться еще один район недалеко от Амбара. И, соответственно, вот в этих условиях, как в Самаре меняется маршрутная система трамвайно-троллейбусного управления, потому что появляются новые такие небольшие города, можно так их назвать, о которых нужно связывать вот линиями с другими районами. Люди работают, люди хотят перемещаться. – Ну, здесь для того, чтобы это сказать, понятно, что построить линию трамвая достаточно такое дорогое удовольствие. Но у него есть, конечно, один большой плюс. Его пассажир вместимость, и он может ехать по выделенным путям, не стоять в пробке. Поэтому рассматривается проект, он, конечно, дорогой. Это связать стадион Самара-Арену с Кошелевым парком. Его давно он изучался. Южный город уже понятно, что будет связываться вот этими электробусами, потому что прорабатывается вопрос еще дополнительной закупки электробусов. Может быть, даже в следующем году он будет реализован. А если говорить по меркам ТТУ, что мы сделали... Вы знаете, что в прошлом году мы сделали правый поворот с улицы Ташкентской на стадион. Это прежде всего позволило связать проспект Киру или Безымянку, как мы ее называем, со стадионом, с Самар-Агропарком. Потом вот тот поворот, который был вопрос, когда мы его построим, тоже появятся новые маршруты. Поэтому вот все равно есть динамика. Понятно, что быстро не реализовывается, нужно какое-то время. Но я думаю, что в течение трех лет появятся новые маршруты и трамвая, и троллейбуса. Нет, ну понятно, что здесь быстро, на самом деле, невозможно это сделать, потому что вы правильно сказали, что трамвай это вообще, ну, на самом деле, такое масштабное строительство, проложить трамвайную линию. Вот с троллейбусами, наверное, чуть попроще в этом смысле, если я правильно понимаю ситуацию. Потому что вот у нас с Волгарем есть, ну, большие потребности тоже в увеличении парка. Правильно? Да, ну, у нас проекты есть, они там рассматриваются, но в любом случае, в ближайшее время, то, что вот у нас уже готово, что можно реализовывать, это, прежде всего, мы проложили, значит, у нас есть проект движения троллейбуса по улице Куйбышева до Фрунзенского моста закольцованный. И потом вот у нас есть проект с электробусом, и потом вот эти вот проекты с поворотами, которые вот, они точно в ближайшее время будут реализованы и сделаны. А, кстати, а почему вот электробусы для южного города планируются? Мне вот просто очень интересно вот этот, так сказать, ваш стратегический взгляд. Там есть часть определенных... для того, чтобы проложить троллейбусную линию, есть определенные снипы, то есть там укладывается ширина дороги, значит, устройство контактной сети, ну и плюс есть определенная принадлежность дорог федерального значения. И когда мы пересекаем то же самое, ехать, если по улице Уральской пересекаем вот эту южную водную дорогу, там есть определенные выполненные технические условия, которые достаточно, ну, дорогие для выполнения. То есть капитальное строительство серьезно требуется. Поэтому проще запустить электробус, который едет как... Ну, извиняюсь за тавтологию, который едет как обычный автобус, но при этом более экологичный. А, кстати, а конкуренция есть на этом рынке? Кроме белорусов кто-то делает еще? Вот, ну, на постсоветском пространстве я не имею в виду... На территории, да, на территории Российской Федерации есть. Это дочерние структуры КамАЗа выпускают, те, которые были поставлены в Москву, есть такие организации. То есть на самом деле... Ну, просто белорусы на тот момент, когда мы запускали, предложили его бесплатно протестировать, мы согласились. Ну, конечно, почему бы не взять борт, потестировать, поработать на нем, понять это, в общем-то... Не, ну это на самом деле настоящий грамотный профессиональный маркетинг. Когда товар вначале дают попробовать, а затем предлагают его купить. Ну, то есть сейчас вы начнете присматриваться и к КамАЗовским электробусам? Мы изучим, у нас опыт есть, еще раз, электробус показался всяк с хорошей стороны, поэтому мы сейчас посмотрим, какие технические есть характеристики, спросим у наших коллег в Москве, как они... Более того, вы уже прекрасно, наверное, знаете, что Москва буквально на днях объявила, что они полностью отказываются от троллейбусов, поэтому они уже составили для себя картинку и поняли, наверное, что это вот будущее за ними. Ясно. В Самаре должен пройти конкурс водительского мастерства среди работников ТТУ. Вот сейчас переходим к такой интересной теме, это кадры. И вот для начала, зачем проводится такой конкурс, вот в чем его суть? Конкурс у нас проводится каждый год, они чередуются. В этом году троллейбус, в следующем году будет трамвай. Проводится он для того, чтобы выявить среди наших сотрудников самых лучших, чтобы популяризировать профессию среди молодежи. Ну и понятно, что каждый человек стремится в своей профессии доказать, что он самый лучший, он лучше все делает. Поэтому вот мы и хотим, чтобы показать, что вот когда едет какой-то там пассажир в трамвай или в троллейбусе, и ему объявляют, что вас везет лучший специалист. Более того, в этом году, вот в сентябре, на следующей неделе, 8 сентября пройдет вот наш городской конкурс, а уже в октябре, в октябре мы будем проводить на территории Самары всероссийский конкурс лучших водителей троллейбуса. Михаил Александрович, мне подсказывают, что есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим обсуждать вот этот интересный конкурс. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ольга. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, планируются ли дополнительные троллейбусы в Алгаре? Спасибо, Ольга. Михаил Александрович, вот в Алгаре я вам задавал этот вопрос, но это еще раз для Ольги. Мы просмотрим этот вопрос. Как вы знаете, что там сейчас идет строительство новой развязки, есть определенные сложности. Ольга, мы рассмотрим ваш вопрос, постараемся в ближайшее время что-нибудь решить, добавить туда подвижной состав. Спасибо. Итак, Михаил Александрович, вот конкурс водительского мастерства, вы сказали, что значит будет конкурс наш городской. Да, из этого на городском конкурсе нашем внутри предприятия будут выбраны лучшие. О чем их наградят? Кстати, вот давайте так, потому что конкурс как бы хорош, когда есть еще и призы. То есть что они получат? Значит, они получат денежное вознаграждение. Это уже хорошо. Уже хорошо, и еще в них будет повышена классность. То есть водитель, если третьего класса, получит второй класс, второго класса, первый класс. Ну и это, соответственно, тоже отобразится на их зарплате. И вот уже вот эти вот люди, которые займут первое и второе место, будут представлять наше предприятие на всероссийском конкурсе, который у нас будет проходить уже с 7 по 9 октября. Мы сейчас активно готовимся. К нам приедут лучшие водители со всей страны, ориентировочно это будет от 20 до 25 человек. Ну и мы надеемся, что наши сотрудники тоже займут первое и второе место. Ну, во всяком случае, как минимум, попадут в тройку сильнейших. Мы на это надеемся. Понятно, что хочется лучшего, но, как известно, победит в соревнованиях сильнейший. Ну, конечно. А, кстати, а кто будет судить? Как это вообще выглядит, вот этот процесс? Что входит в конкурс? Кто судит? Потому что вот такие соревнования, она вещь все-таки где-то субъективная. Михаил Александрович, прошу прощения, мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте поговорим со зрителем, а затем продолжим, потому что, ну, зритель — это святое. Хорошо. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Вот у меня такой вопрос. А когда дадут горячую воду в Северном депо? Спасибо, Михаил Александрович. В Северном трамвайном депо проводится ряд определенных работ, поэтому горячая вода появится через 7 рабочих дней. Спасибо. Итак, Михаил Александрович, вот по поводу конкурса, что входит, вот какие, ну, упражнения, видимо, так, конкурсы, мастерства, и кто судит? Судит. Процедура проходит следующая. Конкурс включает в себя пять дисциплин. Это теоретическая часть и практическая часть. В теоретическую часть входит сдача правил дорожного движения, приемка троллейбуса, его техническое там устройство, культура обслуживания, что должен водитель говорить в микрофон. Ну, и, соответственно, вторая часть – это практика, то есть водитель за определенное время должен проехать трассу с испытаниями, это имитация заезда на смотровую канаву, это езда задним ходом заехать надо, объезд препятствий, остановка перед остановочным пунктом, и кто лучше всех выполняет вот эти вот мероприятия, получает, соответственно, первое и второе место. Судят их специалисты с различных предприятий горы электротранспорта, в этом году будет судьей специалистов Санкт-Петербурга. То есть вы даже иногороднего специалиста приглашаете? Ну, конкурс этот проводится под эгидой Минранс Российской Федерации, они назначают специалистов, назначают главных судей, они приедут к нам сюда, и вот мы их будем встречать и с ними проводить этот конкурс. Сотрудники ГИБДД будут участвовать каким-то образом? Потому что как бы ведь общественный транспорт, понятно, ответственность очень высокая, ты людей везешь, и как бы вот понятно, что знание ПДД, каких-то вот тонкостей, особенностей, оно, наверное, или в данном случае... Нет, Ян, это наш внутренний конкурс, он проводится внутри депо, без выезда на территорию, поэтому там есть определенный регламент, который прописан, и его определяют вот судьи из предприятия горы электротранспорта. Какие-то экстремальные, скажем так, вождения, потому что, в моем понимании, вот еще конкурс, это, ну, некая такая экстремальная езда, то есть вот там неожиданно появляется человек на дороге, экстренные торможения, там, объезд неожиданного, ну, знаете, так называемый лосины, тезмейка, все, кто когда-то получал права, это проходили. С прошлого, с прошлого года вели такой шуточный конкурс, он называется «Не урони бабушку», когда в салон трамвая, ну, в прошлом году в трамвае был, ставится стакан воды, и водитель должен его проехать, не разлив эту воду. Ну, это... С какими-то остановками, или там резко отостановиться, либо тронуться, и вот стакан воды не должен разлиться. Ну, это очень важный, на самом деле, конкурс. Михаил Александрович, предлагаю посмотреть еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Игорь Асадуллин управляет трамваем уже 32 года. Пришел в ТТУ сразу после армии. Здесь же познакомился с будущей супругой. Работа в транспортном предприятии – это стабильность, уверен Игорь. Несмотря на пандемию, он и его коллеги ежедневно выходят на передовую. У нас за плечами уже и столетия, и чемпионат мира. 50-летие, никогда не забуду победы, когда был первый салют, такое массовое гуляние. У нас за плечами уже столько всего, что это наша работа. Пока мы нужны городу, мы и работаем. Раз мы нужны, мы здесь. Михаил Александрович, вот очень классный человек, на самом деле, сейчас был в кадре. То есть, это было видно, что это настоящий профессионал. А я к чему сейчас подвожу? Я часто вижу рекламу, что требуются водители трамваев и троллейбусов. Вот на сегодняшний день у ТТУ есть потребность в кадрах? В молодых людях? Потребность в кадрах есть, и потребность в кадрах достаточно большая. Особенно это касается водителей трамваев, водителей троллейбусов и кондукторов. На сегодняшний момент, грубо, не хватает порядка 200 водителей трамваев, ну и чуть-чуть побольше кондукторов. Если нам... Трамваев или троллейбусов тоже? Ну, я все вместе, все вместе, да, трамваев и троллейбусов. Но если с водителями нам более-менее понятно, потому что у нас есть свой учебный центр, и мы каждый месяц набираем определенные группы, и с первого часа в следующий месяц они начинают учиться, то мы потихоньку эту проблему решаем, она двигается. Причем мы набираем молодежь. Да, учиться сложно, долго, шесть месяцев они учатся, достаточно большой объем информации, но молодежь на предприятие приходит. С кондукторами, конечно, потяжелее, потому что, ну... Михаил Александрович, прошу прощения, вот мне подсказывают, две с половиной минуты осталось. Вот главный момент, какая заработная плата, уж простите за цинизм, потому что, ну, вот это основополагающее. А сколько зарабатывают сотрудники? Значит, водителя, водитель у нас средняя зарплата по предприятию составляет 42 тысячи рублей. 42 тысячи, ну это очень... А максимальная тогда? Максимальная зарплата у водителя, который достаточно давно работает, большой стаж от 60 до 70 тысяч заходят зарплаты в месяц. Ух ты, за честный труд. За честный труд. 60 тысяч можно получать. И деньги платятся, ну, это муниципальное предприятие, соответственно, все день в день. Ну, день в день никаких задержек на предприятии нету, все открыто, все по белому, деньги перечисляются на карточку. Слушай, ну это хорошая зарплата, 42,60. Хорошая, да, зарплата хорошая. Понятно, что труд очень тяжелый, но... Понятно, что, ну, извините, но просто сейчас... Хорошо, а кондуктор сколько зарабатывает? Кондуктор зарплата чуть поменьше, в районе 28 тысяч. Ну, я встречал расчетные ведомства, да, человек долго работает, много работает, и доходила зарплата у кондукторов побольше, там, и до 85-87 тысяч. 85 тысяч у кондуктора? Да. Она работала, она брала несколько ставок, видимо? Она брала несколько ставок, она работала, шестидневную рабочую неделю, смена, но человек добросовестно отработал свой день, и ему предприятие добросовестно выполнило эти деньги. Ну, понятно, ударная работа, но, в общем-то, и зарплата, мягко говоря, тем более, что это, ну, все равно, ну, не такой уж высоко квалифицированный специалист. То есть, на сегодняшний день... Я к чему подвожу? Вот сейчас достаточно сложное время, что уж там говорить, и, оказывается, есть рабочие места, куда можно прийти, можно отучиться. До какого возраста ограничения, кстати, можно приходить? Ограничений по возрасту нет в учебный центр. То есть, и в 40 лет можно прийти? И в 40 лет, и в 50, и в 60 можно прийти, отучиться, получить сертификат обучения, сдает на права, мы принимаем. Также с кондукторами предприятие стабильно и уверенно стоит на ногах. Мы не задержали ни разу заработную плату в период пандемии. Мы выплачиваем всегда 8-го числа. Это зарплата, 24-го аванс, все перечисляется. Михаил Александрович, к сожалению, время программы подошло к концу. Я надеюсь, что после этого эфира кадры к вам придут. Мы на это надеемся и ждем. Спасибо и удачи вам. Напоминаю, в нашей студии был Михаил Ефремов, директор муниципального предприятия городского округа Самара Трамвайно-троллейбусное управление. Удачи в делах. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова